МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Алла Пугачёва сбежала из Москвы". В этом уверены жители Севастополя. Её видели в гостинице, местном кафе и даже на улице. Одну, без охраны. -"Алла Борисовна, можно вас?" Эксклюзивные кадры, снятые случайными очевидцами. Что делает Примадонна так далеко от дома? И где Максим Галкин? -"Как там Максим поживает?" Персонал центральной севастопольской гостиницы два дня не выпускает фотоаппараты и камеры из рук. Они поражены. К ним без предупреждения приехала сама Алла Пугачёва. -"Воспользуйтесь, я же не против". Видели Примадонну и в местном кафе. Эти кадры сняты случайными прохожими на мобильный телефон. Пугачёва пьёт кофе. Жители Севастополя сейчас только и говорят, что о внезапном приезде певицы. Ну, её личность, конечно, вне конкуренции. Когда горожане встречают Пугачёву на центральных улицах Севастополя, они не верят своему счастью, а самые смелые решаются с ней заговорить. Как там Максим поживает? Примадонна так похожа на саму себя, что никому в голову даже мысль не приходит. А вдруг эта Пугачёва не настоящая? Убери свою камеру. Это уникальное видео, снято в концертном зале Киева. Прямо во время выступления Алла Пугачёва присаживается на минутку отдохнуть, а в это время на сцене поёт Алла Пугачёва. Смотри, ноги тоже такие не хладели. Зрители не верят своим глазам. Две Примадонны на сцене. И как понять, какая из них настоящая? Мэри, это твоя первая потеря. Ты не поверишь, Примадонна номер два не женщина, а мужчина. Я не раскрываю себя. Впервые вы видите лицо официального дублёра Аллы Пугачёвой без грима. Только в нашей программе Павел Гора расскажет, как он стал Примадонной и сколько на этом заработал. Ты не поверишь, но моя профессия Алла Пугачёва. Алё! Алё, 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 алё. Звание официального дублёра Примадонна присвоила Павлу лично. Она разрешила ему выступать в её образе. По-моему, единственному из всех она разрешила это показывать. Учись, Паш, пока я жива. Вот я и учусь. В главную певицу страны Павел влюблён с детства. Почти 30 лет он подражает ей во всём. И даже свой дом в Севастополе построил по образу и подобию дома Аллы Пугачёвой. Как у Аллы Борисовны, вот что был белый такой вот. В саду у дублёра Пугачёвой живые подснежники, которые так любит Примадонна. Вот они подснежники, и в январе они уже цветут. Это всё для вас, Аллы Борисовны. А это святая святых. Маленький такой храм Аллы Пугачёвой. На стене в рамочке плакат. Две Аллы. Ты не поверишь. Однажды Пугачёва не смогла разобрать, где на фотографии она, а где её дублёр. А это здесь при чём? Я говорю, ну это тоже я. Она говорит, где это ты? Я говорю, ну вот это я. А этот снимок – самый любимый и дорогой сердцу. Его двойник Пугачёвой хранит уже больше 20 лет. Вот это её личный подарок с личным автографом. Это я храню вот в серванте от глаз и от пыли. На почётном месте и полное собрание песен Примадонны. Всего около ста дисков. Золотая коллекция избранная. Павлу от Аллы. Перевоплощаться в любимую звезду Павлу Гара помогает Гара Нарядов. На полный макияж, прическу, маникюр, переодевание уходит 4 часа. Всё это время дублёр смотрит концертную запись Аллы Пугачёвой. Так он окончательно входит в образ. Выходят на арену силачи. Когда? Такой непрошенный звонок. О-хоу! Это всё от любви к Алле Борисовне? Однажды Филипп Киркоров, будучи ещё мужем Пугачёвой, спутал мужчину в платье с родной женой. Смотри, смотри, а ножки точно как у Аллы. У Примадонны номер 2 всегда были точно такие же формы, как у Примадонны номер 1. Когда Пугачёва резко похудела, Павел тоже сел на строжайшую диету. Похудел таким экстренным способом за 3 месяца на 30 килограмм. Но так же, как и Пугачёва, её дублёр любит сладкое и уже много лет не может бросить курить. Он так привык жить её жизнью, что все личные проблемы певицы переживает как свои. Можно сказать, практически записываю со спутника все программы на всех телеканалах, где только появляется Алла Борисовна. Когда перед Новым годом дублёр узнал, что Пугачёва попала в больницу, ему самому хотели вызывать скорую помощь. Я ничего не смог сделать, я не мог никуда не пойти. Что-то настолько меня тронуло, что мне пришлось тоже принимать лекарства, чтобы меня не болело тоже сердце. Такую любовь к Примадонне многие не понимают. А другие двойники откровенно завидуют и не раз угрожали ему расправой. И начинают лить полностью грязь на всех, и вместе с Аллой Пугачёвой, что вы вообще все уроды, и вам здесь нет места на этой земле. Павел Гора признаётся, ему не раз предлагали баснословные гонорары за то, чтобы он выходил на сцену под видом Примадонны. Вот, и она единственное, что предупредила, сказала, если будешь брать много, забудешь вообще, что это такое. Личный дублёр Пугачёвой утверждает, что никогда не претендовал на её деньги и славу. А в доказательство своей верности и любви даже записался на приём к пластическому хирургу. Чтобы быть полностью и без макияжа похожим на Аллу Борисовну. Алла Бориса расхохоталась и сказала, что я сумасшедший. Павел Гора готов и сейчас, как и много лет назад, выйти на одну сцену с Аллой Пугачёвой. Но больше всего он мечтает о том, чтобы Примадонна приехала к нему в гости в этот белый дом на берегу Чёрного моря. Я приду туда, где ты, нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. А я думаю, ух, ух, ух.